О российском гражданстве, любви к медведям и сибирской природе, о боях без правил и джиу-джитсу, о выборах президента и даже предстоящем отцовстве шла речь на пресс-конференции, которую дал Джефф Монсон в Москве. Легенда ММА готовится к первому бою в статусе россиянина. Пройдет он в Красногорске уже 19 мая в рамках Кубка главы городского округа. У нас, подчеркиваю, довольно серьезная команда. Если взять рукопашников, то у нас есть чемпион мира по рукопашным боям, есть пять чемпионов Российской Федерации по рукопашным боям. Только за два последних года было воспитано пять мастеров спорта и 20 кандидатов пояса мастера спорта. Я полагаю, что Красногорск имеют все возможности необходимые, организационные и содержательные возможности провести данное мероприятие. Чтобы выйти на ринг под российским флагом, Монсон прошел непростую процедуру получения гражданства. Но к трудностям ради своей семьи в России Джефф был готов. Положением звезды пользоваться он не стал. Сам паспорт на подходе. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти, чтобы наконец-то добиться этого. Но, к счастью, все получается и совсем скоро это произойдет. Не только продолжать карьеру в Подмосковье, но и жить в Красногорске есть такие планы у семьи Монсонов, признается Джефф. 60 побед на профессиональном ринге в смешанных единоборствах и чемпионства мира по грэплингу ему оказалось мало. Без пяти минут россиянин решил, что развитие спорта – это отличная сфера для самореализации. Идею преподавания в Красногорских школах греко-римской борьбы он горячо поддержал. Когда я вижу этих молодых спортсменов, они меня вдохновляют. Я преподаю мастер-классы, и когда я вижу, на что они способны и вообще, какие результаты они показывают, меня действительно это очень вдохновляет, и я думаю, что мы можем достичь больших высот вместе. Подробности предстоящего майского кубка пока держатся в секрете. С бойцами ведутся переговоры. Но уже ясно, что зрелище будет эффектным. Пройдет состязание на спорт-арене «Аквариум» в «Крокус-Экспо». Сам Монсон, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что реванша с отечественными бойцами Емельяненко он бы не хотел, но соперники на заметку у него имеются. Пока точно неизвестно, но я бы очень хотел видеть своим оппонентом Тима Сильвию, потому что у нас уже был с ним один бой несколько лет назад, и он меня победил. Поэтому очень хочется реванша, и я действительно надеюсь, что он будет моим следующим оппонентом. И я хочу реванша, особенно как русский граждан.